Девочки и мальчики, всем большой привет! Сегодня в этом видео я хочу вам рассказать про женскую и мужскую коробочку за февраль-март от компании Glambox. Расскажу обо всем по-быстренькому, чтобы вас не задерживать, так как я знаю, что есть анти-фанаты подобных видео, поэтому если не хотите смотреть, то лучше сразу выключайте. И начну я именно с женской коробочки. Это коробочка от Glambox, как я уже сказала, сразу за два месяца, это за февраль и за март. Идет она в такой красной упаковке, в красной коробочке совместно с журналом Allure. Вот так выглядит коробочка, очень симпатичная, вот это вот красное оформление в Glambox мне очень-очень даже нравится. Внутри в принципе все как обычно, как всегда, ленточка, бумажка, вот и наполнение. Сразу хочу вам сказать, что наполнение на первый взгляд может показаться очень маленьким, таким скудным, продуктов очень мало, буквально там по-моему 5 или 6 наименований. Но в принципе продукты интересные и достойные, и несмотря на их такое маленькое количество, в общем-то неплохая коробка. И сейчас вам подробнее расскажу. Как всегда, конечно же, тут какие-то брошюрки, ну вот такая вот у меня одна брошюрка от L'Occitane есть, с красивыми пионами, которые напоминают нам о том, что все-таки уже весна, и хочется поскорее уже тепла, лето. Вот, и конечно же брошюрка с описанием всех продуктов. И давайте, наверное, начнем с первого продукта. Это у нас будет вот такое вот масло от фирмы NUX. Это, в общем-то, такое вот золотое масло с блестками. Его можно использовать и на тело, и также на волосы, то есть такое универсальное. Один раз подобное масло уже было в коробочках тоже от фирмы NUX, только оно было не золотое и не с блестками, а, в общем-то, просто такое обычное масло. Честно говоря, я не знаю вообще, куда можно это масло применять. Конечно, продукт очень интересный. Действительно, здесь есть такие вот блестки, не знаю даже, будет ли вам видно. Вот, но на волосы, конечно, я не рискнула применять это масло. Единственное, я пробовала его просто вот так вот на руке. И, честно говоря, да, продукт интересный. Интересно было на него посмотреть, интересно было его попробовать. Но как его применять в обычной жизни, честно говоря, я даже, ну, скажем так, не очень себе представляю. Единственный вариант, который мне приходит в голову, это, например, когда уже будет лето, когда будет тепло, это масло можно наносить на ножки. Например, смешать его с вашим лосьоном для тела или там каким-то кремом для ног, да, вот, и просто нанести на ноги, одеть какое-нибудь красивое платье, каблучки, там, босоножечки. И летом, мне кажется, вечером в каком-нибудь кафе это будет очень красиво смотреться, такой небольшой будет блеск на ваших красивых гладких ножках. Вот, единственное, вот такое вот применение я могу найти этому маслу, больше как-то я даже не знаю, куда можно его применить. Но продукт, опять же, интересный, вот, и, в общем-то, неплохо то, что теперь он у меня есть, куда-нибудь его обязательно применю. Следующее, что было в коробочке, мне очень понравилось, это вот такой вот маленький пробничек крема для рук от фирмы L'Occitane. Это крем вишневый цвет, у него очень приятный запах, такая легкая текстура, он быстро впитывается. Запах, кстати, на руках от этого крема остается на достаточно долгое время. Очень такой вот удобный пробничек, я его сейчас ношу с собой в сумочке, потому что последнее время у меня очень сильно сухие руки. Так как я как-то вот стала ходить без перчаток, потому что вроде как потеплело, но все равно какой-то ветер на улице, и мои руки, в общем-то, обветрились. Поэтому я всегда ношу с собой крем для рук. Вот сейчас беру вот этот пробничек от L'Occitane, очень хорошо увлажняет, защищает кожу рук. Мне понравился этот крем, и повторюсь то, что запах на ручках остается на достаточно такое долгое время, и запах приятный, и, в общем-то, он ощущается, и как-то вот он не раздражает. И там такой, наоборот, приятный, нежный аромат. Поэтому крем для рук мне понравился. Следующее, что было в коробочке, это тональное средство от фирмы Make Up Forever. Это тональное средство называется Face & Body. То есть его можно использовать и на лицо, в общем-то, и на тело. Ну, конечно же, на тело я его не использовала, поскольку у меня, ну, как бы не было такой необходимости. Но на лицо я уже два раза, и сейчас у меня тоже на лице это тональное средство. В общем-то, на лицо я уже его использовала. Оно идет на гелевой такой основе, очень жидко-легкое тональное средство. Здесь написано то, что это лидер, извините, продаж во Франции уже на протяжении 15 лет. И это средство состоит на 80% из воды. Честно говоря, сначала я опять же думала то, что моей склонной к жирности кожи, оно абсолютно не подойдет, так как я люблю более такие плотные текстуры, а здесь такая очень легкая текстура. Но, знаете, мне очень понравилось. Оно абсолютно не жирное, это тональное средство, так как действительно оно жидкое и состоит из воды. Никакого жира, никаких масел в нем нет. Да, оно очень легенькое, оно абсолютно не маскирует никакие недостатки, но при этом создается такое ощущение, что у вас чистая гладкая кожа, оно выравнивает тон кожи и при этом такое ощущение, что на лице абсолютно нет никакой тональной основы. В принципе, мне очень даже понравилось и, возможно, как бы, ну просто я не видела у себя в городе вот эту марку, но, возможно, я даже бы купила полную версию, поскольку на лето, мне кажется, очень-очень классно подойдет, особенно вот для сухой кожи будет неплохо. И, повторюсь, то, что на лице смотрится очень-очень естественно, прям такое ощущение, то, что ваша кожа, скажем так, не намазана никаким тональным средством. Очень здорово и при этом такой выровненный, красивый тон кожи получается. Поэтому, опять же, мне понравилось. А дальше, что здесь было в коробочке, это вот такая вот миниатюрка аромата от Moschino. Она называется Moschino Pink, в общем, Pink, здесь напишу полное название, так как, честно говоря, не знаю, как правильно оно читается. Очень-очень красивая здесь такая розовая девичья упаковочка. Сам бутылечек тоже очень милый, как любят, скажем так, делать Moschino, такие вот всякие сердечки. Аромат, ну, опишу его своими словами, не буду читать то, что написано в брошюрке. Аромат, сейчас понюхаю еще раз. Аромат такой вот очень легкий, действительно девичий, он ненавязчивый, больше подойдет для молодых девушек, нежели уже для женщин постарше, поскольку такой аромат абсолютно не серьезный. Легкий, весенний, такой летний, немножко такой кукольный даже, можно так сказать. Повторюсь, опять же, не серьезный. Мне этот аромат, в принципе, понравился. Конечно, немножечко не мое, но в целом мне он понравился в качестве легкого парфюма. Мне кажется, очень даже здорово. Единственное, что мне не очень понравилось в этом парфюме, то, что здесь все-таки есть нотки цитрусовых. Но это, скажем так, беда всех парфюмов от Маскина. У меня было достаточно много ароматов именно от Маскина, так как мой молодой человек любит в духах запах цитрусовых, поэтому он часто дарит мне именно Маскина. А мне это как раз-таки не очень нравится, то, что в их ароматах постоянно присутствует нота цитрусовых. И в этом аромате, в общем-то, в том числе. Поэтому поставлю ему четверочку. Ну, а так, на весну, на летом, очень-очень даже все-таки немножечко, что здесь пишет производитель, это эликсир эйфории юности, свежести и соблазна, яркие и вдохновляющие мечты, от которых кружится голова. Ну, в общем-то, да, в принципе, этот парфюм подходит под это описание. И мне кажется, то, что... Кстати, хочу на вооружение дать совет парням, то, что мне кажется, на 8 марта для юной девушки вот такой вот подарочек, такой парфюм будет очень даже неплох. Вот, ну, это мое мнение. Вот, ну и последнее, что было в коробочке, это, скажем так, подарок-сюрприз. В общем-то, в каждой коробке от фирмы Clorince или Clorance, не знаю, как правильно, в общем, кто как говорит, в каждой коробочке был свой подарочек. Они абсолютно разные у всех попались. Конечно же, были какие-то совпадения, даже если посмотреть в группе ВКонтакте, да, Глэмбокс, есть совпадения у некоторых новостей, но, конечно же, было большое количество различных разных подарков. И здесь уже такой, скажем так, секрет. Никто не знает, то есть, что вам достанется. В общем, что достанется, то достанется. Честно говоря, скажем так, что попалось мне, мне не очень понравилось, так как мне попалось вот такое вот средство от Clorance. Это, да, это полная версия. Кстати, хочу сказать, что этот подарок-сюрприз, он идет именно в полной версии. Но мое средство, признаюсь вам честно, конечно, может кто-то подумает, что я совсем там уже зажралась и придираюсь, но просто не хочу обманывать, говорю честно, как есть. Мне не понравилось это средство, то, что оно мне попалось, так как это спрей, в общем-то, для загара. Здесь, по-моему, SPF 20, что ли. Просто почему мне не понравилось? Возможно, да, я не спорю. Может быть, это средство хорошее, оно приятно пахнет, я его уже тестила на руке. Оно такое приятное, такой приятный спрей, как бы как молочко. Но я не пользуюсь такими средствами, вот честно. Может быть, конечно, вы удивитесь, но даже когда я сгораю на солнце, я не пользуюсь такими средствами, потому что для моей кожи они делают только хуже. Уже сколько раз я ее не пробовала, даже не спрашивайте меня, почему. Просто я не люблю вот эти вот средства от защиты солнца, для загара. Мне не нравится, не знаю. Поэтому я не очень довольна, то, что мне попалось именно это средство. Ничего об этом средстве я сказать больше не могу. Действительно, что хочу также сказать, что смотря даже в группе ВКонтакте, мне очень понравилось то, что многим девушкам попались очень классные средства от Clorans. Это были и помады кому-то попалась, помада, тушь, для которых попалась полная версия тонального средства. В общем, даже румяна там были. Ну, также было что-то и из ухода тоже другим попали, всякие там крема, сыворотки, ну, в полной версии, да, опять же, там, не знаю, лосьоны и так далее. Поэтому, конечно, я была бы рада больше, если у меня попалась, как раз другое средство, но что есть, то есть. Просто честно высказываю свое мнение, то, что данное средство, в общем-то, мне особо ни к чему, поэтому думаю, что я его кому-нибудь обязательно подарю, так как в преддверии весны и лета, я уверена, что кому-нибудь оно понадобится. Так, ну и дальше теперь давайте уже перейдем к коробочке от Glambox, вернее, уже для мужчин. Manbox, тоже совместно с журналом Allure, очень такая красивая, увесистая, синяя такая вот коробочка, она такая шершавая, матовая, у нее такая приятная текстура. Скажу вам сразу то, что, конечно же, вы понимаете, то, что этими средствами я не пользовалась, так как они мужские, просто вам как бы покажу, что здесь было, и зачитаю, скажем так, описание кратенько из брошюрки. Своего молодого человека я даже не стала уговаривать снимать видео об этих продуктах, потому что в любом случае он бы не стал этого делать, поэтому просто вам покажу, что здесь было. И забегая вперед, скажу то, что наполнение мужской коробочки мне очень-очень даже понравилось, тоже здесь все красиво, такая вот ленточка, наполнение действительно достойное, я думаю, то, что многим мужчинам и молодым людям оно бы понравилось. Вот, ну давайте, наверное, уже приступим. И, в общем, здесь была вот такая вот брошюрка от Биотерм с таким симпатичным парнем, ну здесь, в общем, разное там написано об их средствах. Вот, и давайте уже приступим. Первое это, в общем-то, вот такая вот пена для бритья от фирмы Кларенс. Здесь у нас 50 грамм. В принципе, если мужчина бреется каждый день, да, то хватит этого средства ненадолго, но мой молодой человек бреется, скажем так, пореже, и думаю, то, что, ну, надеюсь, что на неделю или недели на две ему хватит этого средства. Также здесь было от Кларенс еще смягчающий крем после бритья вот такой коробочки. Ну, здесь уже, конечно же, маленькая такая вот миниатюрка, которой хватит ненамного, но это, в общем-то, вот такой вот должен быть, по идее, комплект для бритья и после бритья средства. Дальше здесь есть парфюмированный гель для душа от фирмы Кельвин Кляйн. Вот этим средством мой парень уже пользовался, и ему очень понравился этот гель для душа. Он сказал то, что он очень такой мягкий, увлажняет хорошо кожу, и потом вот запах вот этот парфюмированный на теле остается очень-очень долго. Даже, в общем-то, я его ощущала, этот запах. Запах приятный, действительно. Хороший гель для душа. Такой запах мужского парфюма. Очень-очень даже классный, и моему молодому человеку понравился. Думаю, что другим мужчинам тоже понравится. Потом здесь был пробничек, тоже дух парфюма от Кельвин Кляйн, вот такой вот маленький. Так, что здесь еще раз было? И вот такой вот был легкий увлажняющий гель от Биотерм. Ну, тоже такой маленький пробничек. Тоже на пару раз, я думаю, хватит. Вот, и последняя, скажем так, три звезды коробочки. Вот так они выглядят. Это очень такие вот клевые, здоровские миниатюрки парфюма. Первая из которых мне безумно понравилась, это вот такая миниатюра парфюма от Versace. Миниатюра просто шедевральная. Сама упаковочка просто какое-то произведение искусства. Вот так она красиво выглядит. Вот, и аромат тоже потрясающий. Мне и моему молодому человеку очень понравился. Аромат очень интересный. Он такой вот сладенький, такой приятный, мужественный такой аромат. Очень мне понравился. Прямо когда я его нюхаю, просто обалделю. Я думаю, то, что на своем парне, на своем мужчине будет очень приятно ощущать именно вот такой вот аромат. И плюс такая очень красивая миниатюрка. И два последних аромата. Это от Fendi. Вот так вот они выглядят. Один такой желтенький. Тоже очень-очень классный. Тоже миниатюрки очень красивые. Такая вот золотистенькая. Этот аромат мне тоже понравился. Он такой вот более, ну, такой вот как бы полегче, чем предыдущий. Потому что вот этот, как мне кажется, для таких уже больше зрелых мужчин. Но все равно вот он прям отдает мужественность. Этот такой более легкий подойдет уже для мужчин помоложе. Вот. И вот последний аромат. Тоже от Fendi. Мне он уже понравился меньше всех. Хотя миниатюрка тоже очень красивая. Вот так она выглядит. Но этот аромат мне понравился меньше всех. Поскольку он, ну, такой довольно-таки стандартный. И классически похож на многие остальные другие мужские ароматы. Ну, в общем-то, вот такие коробочки у нас были в феврале-марте. Надеюсь, вам понравилось это видео. Большое спасибо, что его посмотрели. И всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok